В прямом эфире новости Содружества. В студии Айна Муртазина. Здравствуйте. Коротко о главном. Приступили досрочно. Из-за аномальной жары аграрии Молдовы вынуждены собирать урожай раньше срока. Новый статус неправительственной организации в России станут иностранными агентами. Активисты Яблока против закона. Массовая свадьба, открытие самой большой мечети и концерты по всей стране. В Казахстане отмечают день Астаны и день рождения Нурсултана Назарбаева. Впервые за четверть века в Узбекистане в зоопарке Термеза родились амурские тигрята. Час назад Государственная Дума России приняла в первом чтении поправки в закон о некоммерческих организациях. Авторы документа, его, кстати, подписали все депутаты от Единой России, уверены, жители страны имеют право знать, за чей счет звучат те или иные политические призывы. Поводом для поправок стали прошедшие в России парламентские и президентские выборы. Именно в этот период, по мнению единороссов, некоммерческие организации смогли неплохо заработать. Противники же инициативы, таковых оказалось лишь четверо, заявляют, что на следующих выборах иностранными агентами станут сами авторы. Я представляю себе вот эти вот билборды, на которых написано «Партия иностранных агентов». Не просто жуликов и воров, а еще иностранных агентов. Классно. Вы сами знаете, что единственная партия из парламентских, которая получает хоть какие-то иностранные гранты, это «Единая Россия». Все будут отлично, как агитационные материалы, и на них на каждом должно быть написано, как на пачке сигарет. Голосование за «Единую Россию» вредно для вашего здоровья. Если поправки в закон одобрят в следующем чтении, любая организация с источниками финансирования из другой страны будет обязана признать себя иностранным агентом. В противном случае ее руководству будет грозить административная или даже уголовная ответственность. А вот у благотворительных организаций она, несмотря на опасения, не коснется. Инициатива депутатов вызвала резкое недовольство оппозиции. Активисты с самого утра встречали депутатов у входа в Госдуму и дискутировали с ними. Главный аргумент – новый закон может использоваться как политический инструмент давления на общественные организации. В России нет правового государства, в России нет независимого бизнеса. Поэтому, если вы хотите заниматься общественно полезной деятельностью на профессиональной основе, то внутри государства вам денег никто не даст в России. Однако задержаний сегодня не было. Активисты действовали строго в рамках закона, сменяли друг друга и ходили с плакатами по одному. Поэтому представители правоохранительных органов ограничились проверкой документов. Продолжение следует... В соседней Молдове обеспокоены более насущными проблемами. Там объявлен оранжевый код опасности. Поля гибнут от засуки. По этому поводу премьер-министр республики Владимир Филат созвал экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Он поручил министру сельского хозяйства незамедлительно провести объективную оценку ущерба, нанесенного аномальной жарой. Сейчас еще рано говорить по части субсидий и помощи для сельхозпроизводителей. На этом этапе нужно провести объективную оценку ситуации, чтобы увидеть, каков реальный ущерб и какая помощь будет необходима. Ситуация сложная, но не бедственная. Недостающие запасы будут пополнять из резервов. Не исключено, что за помощью премьер обратится к зарубежным партнерам. Владимир Филат попросил все службы работать слаженно и в режиме нон-стоп. А тем временем аграрии Молдовы уже начали уборочную кампанию. Раньше времени. Это мера вынужденная. За последние несколько лет температурные аномалии заставили передвинуть начало жатвы на целых две недели. Сейчас даже в северных районах республики на поля уже вышли комбайны. Тем временем жара не прекращается, а до конца сбора урожая еще далеко. В некоторых районах он только начался. Обещают ли дожди метеорологи и каковы потери сельхозработников? Узнала Вида Недова. С одного гектара своих полей Василий Колцы обычно собирает не меньше четырех тонн пшеницы. В этом году планы скромнее. Говорит, едва ли удастся получить хотя бы 800 килограммов. А это значит, затраты окупятся только на две трети. Работать в убыток фермеру уже приходилось. Погода часто преподносит неприятные сюрпризы. Но в этот раз ситуация просто катастрофическая. Не сформировалось само зерно. Зерно должно быть крупное, кругленькое, напухшее. Не было дождей, не было, значит, она не сформировалась. Эта пшеница – четвертый худший сорт. Колоски слабые, маленькие, всего 15 сантиметров. Клейковины, главного вещества, от которого тесто становится тягучим, почти нет. Причина банальна – засуха. Сильнейшая за последние 50 лет. В июне температура поднималась до 40 градусов. Метеорологи уже объявили оранжевый предпоследний код опасности и добавили – осадков не будет еще долго. Рядом тоже было поле, значит, было тоже поселение пшеницы. Но в связи с тем, что действительно был маленький рост, значит, не было возможности вообще собирать урожай. И мы, значит, давали на сену. Есть и еще одна причина неурожая. На большинстве молдавских полей нет оросительных систем. Впрочем, в медсельхозе уже пообещали разобраться до конца года. С помощью европейских инвесторов они разработают программу орошения земли. А пока фермерам приходится бороться с последствиями самим. Осенью была засуха. Зимой температуры опускались до минус 35 градусов. А весной высокие температуры и отсутствие осадков нанесли еще больший ущерб озимым посевам. В разных регионах страны погибли от 10 до 80 процентов посевов пшеницы. Так что в этом году ее планируют собрать на четверть меньше, чем в прошлом. Чиновники призывают не паниковать и заявляют. Необходимый для Молдовы минимум 350 тысяч тонн пшеницы соберут. А еще 200 тысяч тонн хватит даже на экспорт. Пшеница не стратегический продукт для Молдовы. Надо ориентироваться на продуктах с высокой добавочной стоимостью. Например, если собрать ягоды, красиво их упаковать и продавать в супермаркете, то собранные из гектара ягоды будут равны по стоимости пшеницы с целых 20 гектаров. Кроме того, в медсельхозе заверили, несмотря на проблемы с урожаем, хлеб дорожать не будет. Поддерживать стоимость главного продукта обещают за счет резервных фондов. Поднадобится это или нет, станет ясно через две недели, когда закончится сбор зерновых. Вида Недова, Андрей Шура, новости Содружества Молдова. В Казахстане палящему солнцу нашли оригинальное применение. Там создали инновационную юрту. Все внутри работает от солнечной энергии. А там есть холодильник, электроплита, спутниковое телевидение и интернет. Инновационная юрта нас соединяет, как бы, вчерашний день, юрту классическую, да, и день сегодняшний, все блага от цивилизации. Это, как бы, такое два в одном. Она будет хороша для спасателей, для ученых, для юологов, для археологов, для военных. Юрта 21 века легко умещается в багажнике автомобиля. Каркас нового дома кочевников сделан из алюминия, отделка из современных тканей, которые могут выдержать любые перепады температуры. Такой необычный подарок представил в Алматы дизайнер Бикет Мусрепов, специально ко дню рождения Астаны. Национальный праздник, День столицы, сегодня отмечают по всей стране. Повсюду проходят фестивали, концерты, выставки. Но самое интересное, конечно, в Астане. Там сыграли массовую свадьбу, одновременно поженились 40 пар. Открыли самую большую мечеть и испекли огромный торт. Чем еще удивляла столица, знает Дарья Тасирова. Чтобы успеть на все праздничные мероприятия, нужно иметь по меньшей мере вот такой гоночный велосипед, как у команды велогонщиков Астана. А эти ребята уже попали в десятку избранных, молодоженов. Для них самая пышная церемония обручения – президента Токима. Приятно, когда личный праздник отмечается как общенациональный. И вдвойне, когда совпадает с днем рождения Ельбасы. Этот день – самый хороший храм на свете. А в это время именинник открывал нет ни храм любви, молитвы. За возведением глава государства следил лично. К слову, он виден из президентского дворца. Строили больше года, торопились, успели. И вот самая большая мечеть в Средней Азии – подарок всем астанчанам ко дню столицы. Сегодняшний праздник – праздник всех казахстанцев. Я вас поздравляю открытием этой самой большой в стране мечети, которая называется Хазрет Султан. Обычно отец-основатель новой столицы отмечает день рождения в кругу семьи. Но все же съесть кусочек торта за его здоровье мог каждый. Кулинары Астаны воссоздали современные левобережья в сливках и шоколаде. Лакомство, как оказалось, не из дешевых – 100 долларов за килограмм. Но вообще-то начиналась столица не 14 лет назад и даже не с Целинограда, а много-много раньше. Историки называют предшественником Астаны средневековый городок Базок. Город ремесленников был заложен еще в 10 веке. А спустя тысячу лет волею судьбы военная ставка Копчакского султана в долине Ишима получила второе рождение. Но юные жители столицы историю древнюю пока знают мало. В песнях и танцах восхваляют Астану современную. А вот завершался праздник на реке Звуков. Прямо на воде оркестр исполнял и персидский марш, и венгерские танцы, и полонез. Так жители столицы и отнести с ними и всей страны, теперь это праздник государственный, отмечают 14-й день рождения и гадают, каким может быть 15-й юбилейный. Дарья Тассирова, Сахиджан Куанышбаев, Арман Байдуулетов, Турина Флюр. Новости Содружества, Казахстан. Добавлю, порядок в городе будут охранять около 2000 полицейских. Праздничные гуляния продлятся до конца недели. Новый мост через Днепр открыл сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко. С рабочей поездкой глава государства посетил Шкловский район Могилевской области. Мост этот является серьезным жизненно важным объектом для нашего города. Ну поэтому я и торопил людей, чтобы сдали побострее. Да, огромное спасибо. На реконструкцию ушло чуть более двух лет. Все это время поток машин пропускали по маленькому одноколейному мосту. В результате строителям удалось увеличить грузоподъемность путепровода. Сейчас он может выдержать вес девяти крупнотоннажных машин. Это открывает новые перспективы для развития всего Приднепровского региона. После официальной церемонии Александр Лукашенко прошел по улицам Шклова и пообщался с местными жителями. Правда, совсем скоро белорусы смогут столкнуться с другой дорожной проблемой. В республике подорожает проезд в пригородных поездах. Сколько придется отдать и какие расценки за билеты в других странах содружества в экономическом блоке. Цены выше в Беларуси уже со следующей недели подорожает проезд как на пригородных электричках, так и в местных поездах. Об этом сообщает издание Белта. Сейчас билет на пригородный поезд, например, от Минска до Фаниполя, обойдется в 25 центов. Цены подскочат на 20 процентов. А на некоторых направлениях, где ездят составы с новыми вагонами, и на 50 процентов. Как объясняют в Минэкономике страны, ездить на электричках сегодня намного выгоднее, чем на междугородних маршрутках и автобусах. Здесь за поездку на такой же расстоянии придется отдать около доллара. Да и стоимость билетов пересматривали недавно. А вот тарифы на перевозку пассажиров пригородными поездами не менялись с апреля прошлого года. Кстати, провести с собой багаж тоже станет дороже на 20 процентов. Билет на подмосковную электричку теперь можно купить и через интернет. Недавно РЖД запустила для своих клиентов новый онлайн-сервис. Пассажирам больше не нужно простаивать в очередях в кассы, для того, чтобы приобрести проездной документ на пригородный поезд. Теперь достаточно лишь пройти электронную регистрацию на сайте компании и несколько раз кликнуть кнопкой мыши. А при посадке в поезд предъявить документ, удостоверяющий личность. Стоит отметить, что раньше электронный билет можно было купить только на поезда дальнего следования. Заказать проездной документ на электричку можно за 10 суток до отправления и не позднее, чем за час до отхода поезда от станции. По мнению экспертов, для того, чтобы эта услуга начала пользоваться массовой популярностью, необходимы дополнительные стимулы. Объем интернет-торговли 200 миллиардов рублей, а объем торговли розничной в целом по России это 20 триллионов рублей. То есть 1% интернет-торговли. Ну вот один человек, ну не один, ну может быть несколько человек из ста как бы сделают эти заявки. В принципе электронный билет снижает и издержки РЖД. Может быть это несколько процентов от стоимости. Может быть часть этой стоимости как бы вбить в цену, сократить цену. Дорога особого значения. Президент Грузии Михаил Саакашвили распорядился привести в порядок подъезды к селу Мамати. Отдаленное поселение родина его предшественника Эдуарда Шеварнадзе. Сейчас оно почти опустело, но тем, кто остался жить в Мамате, отремонтированные пути просто необходимы. Нужно возить на продажу фрукты и овощи. Что там происходит сейчас? Об этом Борис Манджуков. Это западная Грузия. Регион Гурия, деревня Маматы. В этом доме родился и провел детство бывший министр иностранных дел Советского Союза, экс-президент Грузии Эдуард Амбросевич Шеварнадзе. Во дворе все так, как это было еще в советские времена. Лишь слегка покосились ставни, почернели деревянные стены. В доме уже никто не живет. Впрочем, опустел и пришел в упадок не только дом Шеварнадзе. Из шести семей, которые жили здесь же по соседству, сейчас остались лишь две. Глава одной из них – одноклассник Эдуард Амбросевича Жора Патейшвили. Когда я и Эдуард Амбросевич были молодыми, то жизнь в нашей деревне кипела. Были чайные плантации, работала чайная фабрика. А сейчас что? Старики померли, а молодые разъехались. Кто в Россию, кто на Украину, кто в Турцию. Не против покинуть родное село и сын дедушки Жоры, Георгий. Правда, говорит, что родителям уже 85 и оставить их одних он не может. Поэтому старается заработать на хлеб здесь. Еще весной на поле посеял кукурузу. Сегодня подчиняет старую тяпку, чтобы завтра прополоть посев. Посадил кукурузу, сейчас ухаживаю за ней. Правда, не знаю, что осенью будет. Зимой, например, мы собирали цитрусовые. Но деревня у нас отдаленная, и покупатели сюда не поднимаются. Везти же и сдавать, или продавать на базаре тоже не выходит. Дорога в очень плохом состоянии, и денег на топливо и ремонт машины уйдет больше, чем я смогу выручить от продажи. Чтобы хоть как-то облегчить нелегкую жизнь сельчан, президент Грузии Михаил Саакашвили дал поручение профильным структурам отремонтировать дорогу, которая соединяет село с центральной трассой. Когда мы были в оппозиции, проводили в Мамате встречу, то дорога в этом селе была в плачевном состоянии. Но сейчас позор. Прошло 8 лет после этого, а дороги у них все еще нет. И это при нашем правлении. Срочно в первую очередь привезти в порядок дорогу в Мамате. Буквально на второй же день после указа главы государства на дороге появились рабочие. Сейчас инженеры исследуют местность и работают над проектом. Ну а в конце месяца уже начнется прокладка. И к осени жители села Мамате будут ездить в районный центр по новой трассе. Борис Манжуков и Давид Купатадзе. Новости Сотружества. Регион Гурия. Западная Грузия. И срочные сообщения от агентства РИА Новости. Карты Сбербанка, крупнейшего в России, не обслуживаются как на территории страны, так и за ее пределами из-за технического сбоя. От этого могут пострадать миллионы клиентов. Половина граждан России хранят свои сбережения именно в Сбербанке. Наша телекомпания провела собственный эксперимент. И действительно, банкомат не считывает карты. Сейчас специалисты банка пытаются устранить проблему. Сколько времени у них уйдет, на это сотрудники банка не уточняют. В Казани время пошло назад. В столице Татарстана торжественно открыли стелу с часами, которые ведут обратный отсчет до Универсиады 2013. Соревнования стартуют ровно через год. Три, два, один, раз! Остановится электронный хронометр 6 июля 2013 года. На этот день намечена церемония открытия игр. Стадион, на котором зажгут огонь универсиады, строители обещают сдать к декабрю этого года. Он станет крупнейшим в Поволжде. Тем временем, в спортивной деревне уже все готово к приему гостей. В Казани ждут около 13 тысяч спортсменов из 170 стран. Тем временем, российская столица замерла в ожидании другого спортивного события. Чуть менее суток осталось до открытия скачек на приз президента. Лучшие лошади из Российской Федерации и стран Содружества завтра поборются за главный трофей. Скульптурное изображение лошади под седлом с жокеем. Наш корреспондент Дмитрий Барбаш лично убедился в том, что на ипподроме будет полный аншлаг. И узнал некоторые секреты завтрашних соревнований. Лишний билетик указ Московского ипподрома. Накануне скачек никто не спрашивает. Все они давно раскуплены. У центрального входа уже дежурят сотрудники полиции. Завтра здесь соберется почти вся политическая и бизнес-элита. И не только российская. В Москве ждут и высоких гостей из стран Содружества. Скачки на приз президента – самое престижное иконное соревнование в России. В прошлом году они прошли в Казани. Их выиграл гнидой жеребец по кличке Король, представляющий Республику Даджикистан. Дистанцию 2400 метров он преодолел, если быть уж совсем точным, за 2 минуты 34,9 секунды. Чтобы подготовить такого скакуна требуется не один год. Плюс сумма с несколькими нулями на конце. И одними занятиями с лошадью не обойтись. Особое внимание – уходу за животным и питанием. В конюшне говорят – здоровый дух и здоровое тело – вот одни из главных составляющих будущих побед. Чистка два раза в день. Перед работой и после работы. Летом даже моем после работы. Потому что прочистить пот очень тяжело. Бывает выходной. Но выходной – это не значит, что лошади стоят в деньнике. Это либо просто проводка, либо лошади выпускают в Леваду погулять. Кубок президента – это не конный спорт в чистом виде, утверждают спортсмены. Кроме быстроты и грации, здесь ценят еще экстерьеры характера лошади. Для многих владельцев такие соревнования – это и возможность подобрать своему питомцу выгодную пару. У нас спорт классический. Это вот тройборья, конкур, выездка. Это классика. А скачки и бега – это уже испытания лошадей. Чтобы потом селекцию вести, производителей выявлять там. Этот конно-спортивный клуб подмосковным Лыткарин уже несколько раз выставлял своих коней на президентских скачках. Но о темных лошадках и явных фаворитах предстоящих заездов, а их будет девять, сотрудники клуба предпочитают не говорить. Оценивать готовы только свои шансы. В прошлом году мы взяли два приза – приз Республики Татарстан и приз Насима – это для арабских лошадей. В этом году у нас фаворит наш Ван Гог – это арабская лошадь. Но и надеемся, что в скачке на пресс-президента Аркаим, чисто кровный жеребец, тоже будет не последним. То, что здесь не скрывают – это шоу, которое покажет зрителям в перерывах между выступлениями на Московском центральном ипподроме. Акробатические трюки, стрельба из оружия, метание ножей – и все это на полном скаку. Дмитрий Барбов, Алексей Антонов, Игорь Медведев. Новости Сотружества. Россия. Московская область. Российские болельщики признали Алану Дзагоева лучшим игроком сборной России на минувшем чемпионате Европы. По футболу в студии Дмитрий Калугин. Дима, кого еще отметили фанаты. Добрый вечер. Айна Армеец ненамного опередил в голосование Андрея Аршавина, который в итоге занял второе место. А вот другие футболисты национальной команды России намного отстали от Загоева и Аршавина. Об Алане Дзагоеве и о других новостях спорта расскажу через пару секунд. Футбол на пороге революции. Международный совет футбольных ассоциаций внес историческое изменение в правила самой популярной в мире игры. Отныне любые споры по поводу взятия ворот будут решаться с помощью электроники. Такое решение совета обусловлено рядом судейских ошибок, повлиявших на исходы матчей. Главной темой для обсуждения оказалась технология, которая позволит наиболее точно определить, пересек ли мяч линию ворот. Свои разработки представили компании Гол Реф и Хоук Ай. Именно их оборудование в ближайшее время и придет на помощь футбольным арбитрам. Отмечу, что электроника станет применяться только для определения взятия ворот, а для разрешения других спорных вопросов использоваться не будет. Евгений Кафельников подал иск в суд. Олимпийский чемпион по большому теннису вступил в борьбу за признание права собственности на квартиру и на местам. На парковке в центре Москвы стоимостью свыше 35 миллионов рублей. Претензии спортсмен предъявляет застройщику компании Аркада Траст. Сыр-бор разгорелся из-за этого особняка в Еропкинском переулке рядом со станцией метро Кропоткинская. Аркада Траст построила элитный жилой комплекс с квартирами площадью от 160 до 450 квадратных метров. Эксперты считают, что Кафельников может выйти победителем в данном процессе, так как судьи обычно защищают права потребителей. Заседание по иску теннисиста назначено на 14 августа. Поклонницы Алана Загоева льют слезы. Их любимчик женится. Свадьба 22-летнего футболиста ПФК ЦСКА и Заримы Абаевой, которая на три года старше пройдет в два этапа. В субботу, 7 июля в Москве, а на следующий день в Володикавказе. Зарима занимается танцами. Она артистка московского ансамбля Алания. Хотя владеет и другой профессией. Закончила юридическую академию. Но от Загоева ждут перемены не только в личной жизни. Он хочет поиграть в футбол за рубежом. Возможно, это будут лондонский Арсенал или миланский Интер. Что же, пожелаем Алану счастья как в личной, так и в спортивной жизни. С новостями спорта Дмитрий Калугин. Российские влюбленные готовятся отметить День Петра и Февронии. 8 июля в России праздник семьи, любви и верности. Его проводят уже пятый год, а родина торжеств – город Муром. Идея праздника основана на жизнеописании святых Петра и Февронии муромских. Князя и княгиню считают образцом супружеской любви. А в воскресенье в городе Нааке запланирован концерт с участием звезд эстрады. Как ожидается, в праздничных мероприятиях примут участие около 100 тысяч человек. Это будет, конечно, программа, которая превзойдет все предыдущие. И по насыщенности, и даже по приученным звездам, и по тем спецэффектам, которые будут показаны. Одна из примечательных деталей – в этот день супружеским парам вручают медали за любовь и верность. Награды раздают тем, кто прожил в браке не менее 25 лет. Неожиданное пополнение в зоопарке Термеза. Впервые за последние 25 лет потомство принесли амурские тигры. Малышам выбрали имена в честь города на берегу Амурдарьи. Одного назвали Тер, второго – Мес. Родились тигрята в апреле, но показывать их посетителям начали только сейчас. У полосатых котят уже прорезались первые клыки. В зоопарке отмечают получить приплод от амурских тигров в условиях очень жаркого климата юга Узбекистана – редкая удача. Больше новостей на мультимедийном портале мир24.tv. До встречи.